Доброго времени суток! Рад приветствовать вас на канале Миниатюры и Диорамы. Сегодня мы поработаем с основанием. Базовые приемы по созданию данного основания из пеноплекса я не делал, потому что это бессмысленно, потому что эти ролики уже есть на канале, и возвращаться к ним, я думаю, не имеет смысла. Данное основание было пройдено. Такое вот вещь, атака интерактив. Для текстуры. Сверху прокрашена была аэрографом в несколько оттенков, и после этого использовалась подобная вещь от МИХ. Это грязь. Грязь, плесень. Пожалуйста, вот артикул, кому нужно. Забирайте. 14-10. Темная грязь. Вот. Она создает подобный эффект на работе. Ее мы уже использовали на стримах по сталкеру. Мы деревянный сарайчик состаривали с помощью этой жидкости. Единственное, мне кажется, что местами ее желательно бы добавить, но позже, я думаю, сделаю отдельное видео по работе с подобной вот вещью, так как буду нарезать стримы, и все увидят, как эта жидкость работает. Ну, а сегодня у нас первостепенная задача. Мы будем высаживать траву. Изначально я сделал траву флоком, и здесь, и здесь. Но сегодня мне пришла в голову одна идея. Использовать данный травяной мат от компании Modeler Soft Fortune. Ссылка будет в описании. Данный травяной мат, чтобы оживить нашу композицию. То есть, вот этот травяной мат мы сейчас будем нарезать и вот здесь высаживать. То есть, небольшой участок. И, возможно, здесь. Но тут я пока не уверен. Возможно, здесь я оставлю этот флок, который впоследствии я просто перекрашу немного. Надо выбрать подходящий кусочек нам для данного участка. Я думаю, мы возьмем что-нибудь вот такое, более каменистое. И вот этот вот кусочек, наверное, мы и заберем. Также, возможно, на этот травяной мат мы еще высадим куст от той же компании. Но это пока все у нас в голове. На данный момент нам нужно вырезать кусочек и приклеить его на основание. Берем наши ножницы. Примерно прикидываем размер, который нам необходим. Если вдруг вы отрежете кусок меньше или больше, ничего страшного, он отлично стыкуется. Получается, нам нужен размер 3 сантиметра. На 7 сантиметров, потом подрежем. Наверное, максимально каменистый. Сейчас выберем. Вот мы берем наш 3. Неплохо режется, в принципе, если камешки не попадали бы еще. Вырезали наш 3, отмеряем 7. Ну, как раз так и получилось по нашему срезу. Итак, прикладываем и смотрим, как это все у нас будет выглядеть. Немного, конечно, ракурс камеры мешает вам все это узреть. Но, вот как сейчас это выглядит, это вообще отлично. Сейчас мы это приклеим. Даже, наверное, нацианоакрилат изначально притянем, потому что здесь у нас уже есть акриловый продукт, который не даст пенопасту раствориться. Нацианоакрилат мне найти не удалось, поэтому будем использовать гель. Ну, думаю, разница между ними абсолютно никакой, только во времени высыхания. Вот, мы зафиксировали наш мат. Тогда поднезуна будет выглядеть вот так. Вот поверхность, то есть отмеряем. Можно обрезать сразу лишнее. Теперь небольшой пятачок нажинает в сторону. Почему здесь минимум вещей, которые делаются своими руками на этой работе? Потому что эта работа, она изготавливается только в плане обучения изготовления водопада и заливания смолы водоема. Ну, и с целью показать максимально возможности продукции от магазина моделлер со фортом. Так как для озеленения мы будем использовать их продукцию. Подобным образом у нас начала выглядеть наша работа. Уже она притает какие-то очертания. Единственное, скорее всего, вот здесь по краю мы будем добавлять пучки травы, чтобы наша работа выглядела еще живее. Сейчас мы возьмем наверное цветы от данной компании и высадим несколько кустов цветочных. Возможно, ягоды еще будем использовать. Но на данный момент остановимся на цветах. Возьмем кусты и возьмем такие цветочки. И одни, и вторые выглядят отлично. Теперь мы немного разбавим это травкой. Будем использовать пучки от этой же фирмы. Поэтому возьмем пучки травы, которые у нас зеленые. Они есть как наборами подобными, так и отдельно. Определенный вид травы по высоте. Мы возьмем сейчас одну из самых низких это 4,5 мм и 6,5 мм. Мы будем использовать 4,5 мм. чтобы немного разбавить наш рисунок по высоте. и 2,5 мм. Над верхом мы поработали Подобным образом он у нас выглядит Давайте я приближу, сделаю макро Чтобы вам было лучше видно Подобным образом сейчас у нас выглядит верх Водопадика нашего Так выглядит вся картина Сейчас вниз добавим, наверное, куст Сюда Здесь будет у нас расти куст Он как раз такой зеленоватый И подходит под данное место расположения Куст мы будем использовать От этой же фирмы Для установки куста нам потребуется Сделать отверстие Но во всем порядке Подобный кустик летний Артикул 1010 Кстати, цена у этих кустов вообще демократичная Они стоят по 100 рублей Подобным образом выглядит И сейчас мы его поставим вот в этот угол Что оживит нам очень сильно композиция Будет выглядеть очень красиво, органично Для удобной установки кустам добавлена металлическая ножка из проволоки Так что думаю, проблем с установкой у вас не возникнет Можно просто вставить в основание Но я все равно фиксирую на клей Так как это более надежная фиксация Помимо металлических ножек Теперь осталось попасть в наше отверстие Попали мы в наше отверстие Установили наш кустик И вот так вот стало выглядеть наше основание То есть это без учета того, что здесь будет сделан водопад Здесь скорее всего я добавлю корни Но пока еще я не уверен в этом Под куст я высажу сейчас, кстати, цветы Чтобы не ждать Под кустом у нас будут расти цветочки Какие пока я не знаю Но думаю, что и белые и розовые Чтобы все это комбинировать Возьмем наши беленькие цветочки Надеюсь вам хорошо видно Мы высадили наши белые цветы И сейчас туда же добавим Розовых, наверное Нет, второй куст белых И чуть поодаль добавим Красный куст Просто создадим максимально Контрастное пятно здесь В этом углу Подобным образом сейчас это выглядит А здесь где-нибудь Вот здесь В этой стороне Мы поставим красноватый куст Который называется Ягодный куст Но я использую как цветочные кустики Потому что мне больше он импонирует Как-то именно цветочный куст Вот здесь вот мы его и высадим И будет у нас очень живой водопад Вот смотрите Подобным образом у нас сейчас это все выглядит То есть наш кустик и наши цветы Ну а на данный момент Мы будем заканчивать наше видео В следующем видео мы уже будем с вами работать с водопадом То есть я буду показывать как мы будем делать водопад из акрилового геля И в последующих видео будем наверное заливать воду Так что кому видео показалось полезным Подписывайтесь на новые видео Ставьте палец вверх Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok